Главное, я думаю, сейчас поснимаю, как Андрей едет. Это гости. Сумок больше, чем был. Это сумка тоже, смотри. Мы пока просто здесь поставим. Ну, дедуши они будут перебирать. Оська, вот никакой работы, да? То встречаем, то провожаем. Он дом не успевает до зимы построить сейчас. Слушай, да по-любому, 100% куча вещей и наверняка что-нибудь забудем. Не, ну тряпки ладно, главное, чтобы документы там, телефоны. О, кстати, да, документы. Документы-то у Лёшки надо на них, прикинь, документы все у них. Я ж оставлял на случай там каких-то. О, Игнатий Тихонович прибыл, тоже на проводы к нам. У вас у кого связь есть, Севасян? А где баба Валя? Ну-ка, дай я сюда. Так, разреши к стеночке поставить. Ну, вы, конечно, приехали, это здорово. Я не скрою, что мне девчонки полюбились. А где вторая-то? Собирай, там. Хорошие девочки-то. Понимаешь? Не обделенные разумом. Они рассуждают. Тут можно было бы что-то рассказали о ней. Потом мне скинешь это все. Слушай, коротко спроси их, когда они легли спать, как они разбудили их, когда бежали. Еще они там думали. Когда вы легли спать, вы спать легли, уже уснули в тот день, когда вам бежать пришлось? Вы уже уснули? Не, мы сначала легли, разговариваем, ну потихоньку как. Ну, что-то авто будем делать, например, если проснемся, дай бог. И тут вас заходят и говорят, вставайте, девочки. Что было, когда комиссия? Ночью, когда приехала? Да. Мы спим, тут дядя Никита приходит и вставайте, говорит. Комиссия приехала, мы собрались быстро, выбежали. И вот так он сказал, за кельями обойти. Мы обошли, комиссия нас начала снимать на видео. В одиннадцатом часу, полутемка. Но самое интересное, куда они бежали? Горизонт темный и сверкают молнии, и дети полураздетые бегут в ночи в грозу. Это вообще, боевик настоящий. Но нужно сказать, что полиция не гналась за нами. Я еще не знаю, было ли решение о закрытии лагеря. Сейчас говорят, как будто... Телефон. Валя, ты с Себастьяном связана? Сейчас я скажу, подожди. Говори. Так, обвинение снято с общины. Еще, дальше. Ничего, все нормально, да? Ну, если так, то ладно еще. Значит, оставить жить, убивать не будут пока. Ну, спаси, Христос. А я толком не понял, там результивная часть, это что-то такое. Ну, все, с Богом, с Богом, отошел. Давай, говорите. Когда убежали, то сейчас дорогой разговаривали и сильно испугались? Ну, мы сильно испугались и молились по дороге, чтобы комиссия нас не нашла. Вот так. Понятно, растут. А до этого мы уже две тренировки-то провели. Два раза тренировка была. И третий раз, когда приехала полиция, то они убегали. Это побег второй был уже. Фактически лагерь, они покидали четыре раза. Но сейчас пишут, говорит, обвинение с общины снятые. Суд сегодня был. Ну, и что, присудили? Ну, так ты Савасяну-то позвони. И что? Ну, знай, скажи, только по-человечески объясни, скажи. Не так, что не поймешь о чем. А ты не звонил? Да я звонил, ничего не понял. Ты спроси, скажи, живым будет или нет? Возьми трубку. Давай. Ну, если все будет благополучно, то Василий. Приедете еще? Конечно, приедем. Даже с Сашенькой. Ну, давайте. Дело в том, что вам не повредили. Вы дольше у бабы пожили. А так бы не пришлось даже. Со своими ближе познакомились. Тут ребята жили. Ну, обездолен они не были. Так ты что? Их сторож охранял, каждую ночь ночевал. У меня трое. Трое жили. Добрый день, Сева, я хотела спросить. Объясни, кому на ухо. Ну-ка, Алешки, чем суд кончил? А то мы тут двух дня собрались. А ты громкую, включи-то. Давай так. Ага, Сев, привет, говори. Что там хотя бы в двух словах? Ничего. Ага. Понятно. И все, да? Да все. А по поводу Дегнатия ничего не в это. А его никто не привлекал. Понятно, понятно. Сейчас скажем. Ага. Пока. Прятаться ему. Понятно, понятно. Проси, прятаться ему. Ну, ладно. Да ладно, понятно. Ладно. Бабы, еще мне нравится отдавать на спасительство с нога. Миллионер. Я не. Ну, в отношении общины дело производства прекратили там и все. А в отношении него, говорит, никто и не подавал. Просто я, говорит, слышал, что кто-то что-то хочет. Ну, это за то, что не пустил. И все. А так больше ничего не... А не хитро, не пустил. Когда приехали первый раз по сигналу Тимоши и мама, там из полиции и помпрокурора, мама Скворёвна. Я их запустил. Они везде прошли. И все. Его допросили в моем присутствии. Ничего не подтвердилось. Ну и все. Закончил. Претензий нет. А прошло несколько дней там. Меньше недели так. А они теперь большой комиссией нагрядули по той же самой причине. Они не приготовились. Я говорю, хоть бы придумали какая-то другая причина. Это причина законченная. Сказали, никаких претензий нет. Зачем вы приехали? А ты их почему не пустил-то? А зачем я их пускать обязан-то? Зачем? Ну я откуда знаю. Комиссия? Да мало ли еще. Тебе сейчас по улице едут, запусти в домах. А чего ради? Я их запустил. Проверили. Ничего нету. Обвинения нету. Второй раз зачем приезжали? Подтвердите. Что-то не сходится. Они не знают. Я говорю, тогда так. Оставьте документы, заходите в лагерь. Везде ходите, смотрите. Нет, так мы не можем. Я их одиннадцать раз приглашал зайти. Им это не надо. Им нужно было что-то искать. И сегодня Севастьян говорит, будто вы брали анализы первого, второго у нас супа и нашли где-то палочки. Какие палочки? Я говорю, в своем глазе бревна не чувствуете. А тут палочку нашли. Так подавился бы кто-то палочкой-то. Ни один не болеет. А вы-то можете что угодно. Она, главное, как? В суп-то обмакнула эту ваточку на штырьке-то. А потом, это мне врачи уже с Новокузнецкой говорят, врач. Она, говорит, за ухом почесала, говорит. А потом что-то куда-то сунул. Так она что будет смотреть-то? За ухом что у ней? Она не должна прикасаться к тому, что уже взяла анализы. Это же анализы. Второй раз, говорит, берет где-то. А та же самая, что-то чуть не в карман полезла. Да какие-то врачи тут. Никто и не признает их таких. Так а зачем охраняли лагерь? Они не могли поверить, что лагерь я закрыл. Они думали, убегают, а дети здесь. Им нужно поймать ребенка второго, третьего. Я так понял. Чтобы взять адреса. А по адресам теперь, краевая прокуратура бомбит там. Они составили, говорит, список моих преступлений. Уже уголовное дело. То-то и то-то с ребятишками было. Вот то-то, то-то, то-то. А ни одна мать не подписала их. Но если бы что-то было, они бы в лагерь не просились. Они на тот год едут, еще маленькую с собой волокут. Все, все, все просятся. Так дело-то в общем, что они хотели, чтобы родители подали заявление. А никто не подает. Они говорят, вы пожалеете. А то у вас большие проблемы с детьми будут. Детей отнимут. В больнице будут. Колоть их будут. Так и говорили. Мне звонят оттуда. Говорили они, не говорили. Откуда мне знать-то? Сказали... О! Так звонят не один, не два, три человека уже звонили. Которые в лагере были. Говорят, все одинаково. Зачем? То есть это уже подбивает на лжесвидетельство. А это уголовное преступление. И я поговорил с юристом, как? Подавать в Генеральную прокуратуру в Москву. На эту прокуратуру, на Краевую. Куда это годится? Специально давят на людей, дайте показания на него что-то. Я не знаю, что там насиловали, органы брали у них, изымали или что. Я говорю. Если виновен, конкретно назови. В чем виновен? Но это должно быть доказано. Ну вот, на тот год просятся в лагерь. Так они все просятся. Одна пишет, что у нее двое ребятишек было здесь. Вы сделайте ход к ним. Я говорю, а как? Всех ребятишек отдайте, а моих не отдавайте. Пусть они у вас побудут. Пусть девочка хоть научится стряпать. Мальчик научится гвозди забивать, выпрямлять. Вот как. Ну что, я говорю, раз просится, приезжайте. Синько Лариса Григорьевна. Они на нее сунулись в прокуратуру. А она, я не знаю, где-то преподает или что-то. Она как отбрила, она мне звонит и говорит, пришли. Показания на вас. Я им дала отпор, больше ноги не положат ко мне. Вот так бы разговаривали с ними, и все, зохла собака. За мной ничего нету. Это не два дня, 45 лет я вожусь с ними. 45 лет. А то палочку нашли. Не надо тебе это? Да, конечно, кому надо-то. Никому не надо. Спаси Христос бабе, дяде Игнатьеве. Поклон. Все, поклонитесь. Всем, всем скажите. Спаси Христос. До свидания. До свидания. Слава Христу. Девчонки хорошие скажи. Конечно. Так, а вот этот выдавали пакет с этими. У меня яйца кому положила? Ну кому? Так, Василий, не забудь меня это скинешь. Все, хорошо. Все. Найдем. Найдем в машине. Все.